Как вы, я уверен, все знаете, мы находимся на рубеже халвинга. Вы же ждали его, верно? Он уже здесь, этот халвинг. Он среди нас. Друзья, всем привет. До халвинга биткоина остаются считанные часы. Когда вы это будете смотреть, уже скорее всего меньше, чем здесь. Вот видите, даже уже пока я делал это видео, прошло еще 4 часа и время сократилось. Так что, ребята, я думаю, что когда вы будете смотреть, останется уже меньше суток. Но, тем не менее, вернемся в прошлое. В общем, сегодня будет увлекательный эпизод, много всего интересного. Поэтому давайте перейдем сразу к делу. Если вы не в курсе, что такое халвинг, супер короткий ликбез и экскурс в историю биткоина, халвинг происходит примерно раз в четыре года, а точнее каждые 210 тысяч блоков, это уполовинивание награды майнерам. То есть сеть биткоина работает таким образом, что ее майнят майнеры. Соответственно, они, что они делают? Они тратят электричество на то, чтобы производить сложные вычисления, которые подтверждают подлинность транзакции. В общем, грубо говоря, этим майнерам раз в четыре года примерно, да, в 210 тысяч блоков, уполовинивают награду вдвое. То есть у нас на первом, первая награда была 25 биткоинов за блок. Каждые 10 минут он в среднем находится. Потом второй халвинг у нас случился в 2016 году. Награда сократилась до 12,5 блок биткоинов за блок. Соответственно, здесь она сократилась до 6.25 биткоинов за блок. И сейчас она у нас с вами сократится до 3.25, правильно? Ну, вроде бы да. В общем, такая природа кода биткоина. Он так запрограммирован просто физически, что у него дефляционная структура. Обычный мир у нас, вот если перевернуть доллары, все остальное подвержено инфляции и падает все время. А биткоин, соответственно, дефляционный, поэтому он растет. То есть его количество добываемое сокращается, а спрос на него не падает, то есть только увеличивается. Поэтому вот так все просто, грубо говоря. И халвинг в долгу всегда отражает очень хорошее движение цены. Вот у нас был скачок на полторы тысячи процентов, потом еще в сумме на восемь тысяч процентов. После первого халвинга вот у нас был, ну там примерно, да, три пятьсот тысяч процентов. После второго халвинга, после третьего халвинга там около тысячи процентов. И сейчас непонятно сколько будет. С одной стороны скептики говорят меньше будет там триста-четыреста. Может. Ну даже если триста-четыреста, с учетом того, что мы переписали all-time high раньше времени, то есть мы никогда так рано не переписывали предыдущий максимум. Мы всегда после халвинга его уже переписывали. Ну вот здесь разве что было близко. Да, вот здесь это было позже, вот здесь тоже это было позже. Но, тем не менее, короче, теперь цене вырасти после халвинга, если на триста процентов изменить меня, это уже тысяч двести. Короче, тут уже начинаются гадания на кофейной гуще и спекуляции. Но в целом полет будет нормальный. Вот. Но давайте с вами послушаем знаете что лучше, что говорит профессор Андреас Антонополос по поводу того, что такое халвинг. Он, конечно, гораздо лучше меня вам это объяснит. Как вы, я уверен, все знаете, мы находимся на рубеже халвинга, который будет уже четвертый по счету. И перед тем, как я перейду к вопросам по данной теме, я хочу поговорить о халвинге с точки зрения своего опыта за последние, я думаю, почти 12 лет, в течение которых я был вовлечен в биткоин и мониторил и следил за ситуацией. Итак, халвинг — это запланированное на регулярной основе событие, происходящее каждые двести десять тысяч блоков. И спустя каждые двести десять тысяч блоков на блокчейне биткоина кое-что меняется. А конкретно субсидия за блок, являющаяся частью вознаграждения, которое получает майнер за майнинг блока. То есть субсидия за блок сокращается вдвое. В Genesis блоке, когда Сатоши запустил блокчейн, каждый новый блок включал 50 биткоинов, 50 заново выпущенных новеньких биткоинов, являющиеся частью вознаграждения. То есть майнер получал за каждый добытый блок 50 биткоинов. Спустя двести десять тысяч блоков, то есть примерно четыре года. В 2012-м произошел первый халвинг, и вознаграждение за блок сократилось до 25 биткоинов. Это был мой первый халвинг. Так что во время него я уже был в теме. Четыре года спустя, в 2016-м, на четырехсотдвадцатом блоке халвинг произошел снова. А вознаграждение за блок сократилось с 25 до 12,5 биткоинов. После этого, в 2020-м, вознаграждение сократилось до шести с четвертью, а через пять дней, 10 часов и 26 минут, он изменится с шести с четвертью до трех и одной восьмой, или же 3.125 биткоинов. Что же, давайте развеем некоторые мифы и посмотрим на возникающие сейчас вопросы. Поговорим о наиболее тревожащих людей беспокойствах в это особое время. Итак, прежде всего, мы будем говорить для простоты понимания, что вознаграждение будет 3.08, или же 3.125 биткоинов. Но, конечно же, в системе, в программе блокчейна, биткоин не является системой учета. Вместо этого, учет ведется в сатоши. Таким образом, вознаграждение будет составлять 312 миллионов 500 тысяч сатоши, что станет новым вознаграждением за блок. Ведь каждый биткоин представляет собой 100 миллионов сатоши, и сатоши единственное, что существует в блокчейне. Таким образом, ценность и биткоин в системе сохраняются в виде целых, количеств сатоши. Мы используем единицу измерений биткоина для удобства, что, естественно, приводит нас к дробной части, то есть число, точка и несколько цифр после нее, для достижения определенной точности. Но в системе мы измеряем все только в сатоши. И это интересно, потому что влияет на некоторые происходящие события и то, что происходит во время халвинга. Во время халвинга происходит то, что деление в традиционном понимании не происходит. Происходит двоичное деление путем смещения двоичных цифр вправо. Если мы возьмем двоичное число и сдвинем вправо, то происходит деление вдвое. Например, двоичное число... десятичное число 2 в двоичном виде представляет собой 1 0. Если мы сместим вправо, получится 0 1. И таким образом вы делите 2 на 2, в результате получая 1. Не уверен, что это понятно, но это работает так. То есть смещением вправо в системе образуется деление. Что также отвечает на интересный вопрос. Пользователь с ником Куиндавалопола спрашивает, что к 2048 похоже вознаграждение будет содержать доли сатоши. Произойдет ли округление вверх или вниз до целого сатоши? Итак, доли сатоши. Их не существует. Сатоши всегда записаны как целое число. Единственное место, где есть доля сатоши, милли сатоши, это сеть лайтнинг. И в данном случае, когда происходит запись в блокчейн, происходит округление вверх до целого сатоши. Итак, что происходит, когда берется двоичное число 1, 1, что является наименьшим значением вознаграждения одного сатоши, и в какой-то момент это произойдет, примерно в 2142 году. Что произойдет, если произойдет смещение на одну позицию вправо? Получится ноль. Вот и все. Теперь в системе двоичной арифметики на самом деле не происходит обнуление. И здесь мы подходим к интересной исторической мелочевке, связанной с системой биткоина. Ведь сатоши написал это уравнение для сдвига вправо. И то, что произойдет после 64-го халвинга, когда число сместится вправо и уйдет от одного сатоши? Ведь если вы сдвигаете двоичное число вправо, но имеется лишь одна цифра, оно превращается в максимальное число, которое можно закодировать в виде двоичного числа. То есть единица переходит на другую сторону, то есть влево. Что, как вы, возможно, уже догадались, означает, что основываясь на оригинальной версии формулы, существующей в сети биткоина, момент последнего халвинга с одного сатоши в, я думаю, 6 миллиардов сатоши. 6,4 миллиарда сатоши. В виде вознаграждения за блок. Что нехорошо, совсем нехорошо. Кто-то это может назвать даже багом. Так что, на самом деле, кто-то это заметил и выпустил патч для биткоин-кор, который был внедрен во все другие клиенты, использующие эту формулу, чтобы данные предотвратить. Так что последний халвинг приведет от одного сатоши к нулю. Вот и все. Очень просто. Ясно? Так что мы используем только целые значения, которые не станут долями сатоши. И еще одна странность, которая происходит во время халвинга, это шквал спекуляций, и особенно среди медиа, которые не посвящены в тему биткоина, о том, как повлияет халвинг на цену, здоровье сети и т.д. и т.п. И мы видим эту волну спекуляций, повторяющуюся каждый раз. Каждые 4 года. И каждые 4 года одно и то же. Первая и самая основная история, которая здесь звучит, называется «Спираль смерти». По сути, эта история звучит так. Когда происходит халвинг, а вознаграждение за блок сокращается вдвое, майнеры поймут, что теперь их бизнес неприбыльный. На основании текущей цены биткоина и количества энергии, необходимой для майнинга, а также с учетом сложности для того, чтобы быть прибыльными. И когда они это поймут, они такие «Окей, было весело провести время». Думаю, 14 лет было достаточно, так что они выключат свое оборудование и перестанут майнить. И, кстати, все они сделают это одновременно. Так что результатом этого станет то, что новый блок не будет создан, потому что сложность будет слишком высокой, майнеров недостаточно, хешрейт упадет. Поэтому для майнинга следующего блока потребуется слишком много времени, это сократит прибыль еще большего майнеров, они отключатся, это обрушит прибыль еще больше, еще больше отключатся. И мы никогда не достигнем корректировки сложности, которая происходит каждые 2016 блоков. Если майнеры будут дохнуть как мухи, мы никогда не достигнем даже следующего блока, и уж тем более 2016, чтобы достичь корректировки сложности. И в итоге сеть зарывается в остановку. Вот почему эта история называется спиралью смерти биткоина, и она предсказывается каждые четыре года. Все перед халвингом пишут об этом статье. И нужно сказать, что это вызывающий интерес истории. И вот почему биткоин рухнет 19 апреля. Но знаете, мне нравится история, подобная этой. На самом деле у нас образовался похожий сценарий 8 апреля, во время происходящего солнечного затмения, которое было видно над территорией США. И эта история появилась на фоне другой истории, предсказанной в медиа, что, вероятно, из-за всех этих затмений произойдет конец света, причиной которого станет тень от луны. Так что 8 апреля наступит конец света, и я знаю, что многие в США готовились к божественному исходу. Я знаю, что одна женщина предыдущие несколько недель ходила в свой любимый ресторан и оставала на чай сотни и сотни долларов, пытаясь избавиться от всех своих накоплений перед тем, как произойдет сошествия Христа, чтобы освободить свои счета перед Господом. Но, конечно же, ничего не произошло. Так что 9 апреля она вернулась и попросила деньги обратно, назвав произошедшее мошенничеством. Так что сошествия не произошло. И аналогично, спираль смерти биткоина также не произойдет. Но забавный факт заключается в том, что эти истории еще более смешны на основании предыдущих четырех случаев. Люди несли этот бред, и вот вам снова здорово. Так что многие предсказывают смертельную спираль биткоина. Но причина, по которой эти истории не имеют никакого основания, заключается в том, что майнеры не делают монолитный блок. Напротив, они осуществляют действия под набором самых разнообразных условий, влияющих на их прибыль. Так что если все майнеры будут использовать одно и то же оборудование и покупать электричество от одного поставщика по одной цене, а цена биткоина не изменится, при этом вознаграждение сократится вдвое, то да, все майнеры одновременно станут неприбыльными, если они не смогут заранее определить это приближение. Но на самом деле у майнеров есть целый набор разнообразного оборудования даже на одной и той же ферме, а у разных майнеров будет разное оборудование с разной эффективностью. Они закупают электричество из-за огромного количества наборов самых разнообразных поставщиков. Так что если некоторые майнеры, возможно, придут к тому, что какое-то оборудование в каких-то определенных местах перестанет быть прибыльным, то они его и выключат. Но не все оборудование во всех местах у всех майнеров станет убыточным одновременно. Так что пока будет достаточно майнеров для майнинга блока. И, кстати, можно сделать простую математику. Если половина майнеров исчезнет, это будет означать, что следующий блок появится через 20 минут, а не через 10. Даже если половина майнеров выключит свое оборудование. Хэшрейт упадет вдвое, то у нас просто блок будет создаваться 20 минут. И на протяжении 2000 блоков такая история сохранится. Что означает, 4 последующей недели будет сохраняться сложность, после чего она скорректируется и упадет вдвое. И все майнеры, которые присутствуют на сцене, оставив свое оборудование работать, станут внезапно очень прибыльными. Есть еще одна история вокруг халвинга, которая вращается вокруг чисто макроэкономической ситуации. Эта макроэкономическая история заключается в том, что биткоин сам по себе является товаром, цена которого формируется от спроса и предложения, если считать его потребляемым товаром. И она говорит о том, что если спрос останется на прежнем уровне, а предложение сократится вдвое, то уравновешенная цена будет вынуждена подскочить вдвое. Понятно? Если спрос на некоторый товар зафиксирован, а предложение сокращается вдвое, то цена удваивается для того, чтобы спрос и предложение снова соответствовали друг другу. И эта история чрезмерно оптимистична в сравнении со сценариями обреченности. Эта история популярна среди людей, которые ищут в ней возможности прибыли. Халвинг означает огромный скачок в цене. И эту историю не так просто опровергнуть, а все это из-за того, что в последние три халвинга более-менее это и происходило. Да, внезапно это не происходит. Это также не происходит предсказуемо, а еще не происходит линейно. Вместо этого происходит запоздалый эффект, когда рынок догоняет новости, и иногда эта запоза не составляет шесть месяцев. Резкое уменьшение спроса, конечно же, увеличивает давление, в любых случаях, на спрос. И люди обычно ждут, они хотят увидеть, что произойдет с ценой. И затем она внезапно поднимается вверх. И обычно хорошо. Вместо удвоения она иногда идет гораздо выше. И это происходило в прошлом. Будет ли это в этот раз? Очевидно, я не знаю. И каждый, кто говорит, что знает, вам лжет. Но довольно интересно, что в этот раз будет немножко по-другому. Прежде всего, во многих предыдущих халвингах, прямо перед халвингом, цена биткоина была довольно на низком уровне, с точки зрения исторических уровней. В этот же раз, прямо перед халвингом, у биткоина образовался исторический максимум. Так что вместо того, чтобы догонять последующие шесть месяцев, ситуация как бы уже была включена в цену. Вероятно, это связано с ETF, а не с халвингом. Но второе отличие заключается в том, что исторический максимум хешрейта также опережает события халвинга. А вдобавок, у нас приходят институциональные инвесторы. Так что все это в новость, и никто не знает, что будет потом. Посмотрим. Вот такие истории о халвинге, которые произойдет через пять дней. Но если вы пойдете в онлайн и посмотрите в обратный отсчет до халвинга, на биткоин халвинг часы, какие-то обратные души часы или любые их комбинации, разбросанные по разным пяти сайтам, они вам скажут примерно оставшееся время. Две недели назад эти сайты и часы показывали сильно отличающиеся значения. И причина таких расхождений заключается в том, что они не знают, какая сложность и хешрейт будут предшествовать этому событию. Из-за того, что сложность пересчитывается каждые две недели, в среднем теперь мы знаем, какая будет сейчас сложность, и предсказывая то, что хешрейт сохранится, теперь мы видим, что эти расчеты теперь начинают сходиться. И эта разница, которую вы видите, также зависит от того, как они считают. До халвинга остается 783 блока. Так что очевидный расчет, который вы можете сделать, это 783 блока, разделенные на 10 минут, 7830 минут до халвинга. Верно? Изи-пизи, как часы. И, вероятно, неправильно. Еще одна причина этого заключается в том, что у биткоина есть еще один баг, который мы не обсуждали, заключается в том, что интервал халвинга на самом деле считается по 216 блокам. Простите, он считается каждые 2016 блоков. Но в расчет берет интервалы времени предыдущих 2015 блоков. Это еще один пример классических ошибок в программировании под названием «Ошибки первого этажа». Когда вы забываете посчитать ноль как одно из чисел в последовательности, вы думаете, что начинаете с единицы, что никогда не происходит в программировании. Так что в результате этого сложность корректируется немного быстрее каждого периода перерасчета. И если мы посмотрим на последний период перерасчета сложности, мы понимаем, что вместо десяти блоков он будет... Вместо десяти минут это произойдет ближе к десяти минутам, с пятидесяти с чем-то секундами, с точки зрения реальной сложности. В общем, это была историческая информация о том, где мы сейчас и что будет впоследствии. И нам остается ждать, и через пять дней. У меня есть предсказание, что произойдет через пять дней. И ответ буквально заключается в том, что ничего. Ни один из этих сценариев не отыграет. Ведь обычно в момент происхождения халвинга ничего реально не меняется, кроме вознаграждения. Никто не начинает включать оборудование, инструменты по майнингу, никто не врывается в рынок, пытаясь откупить этот конкретный блок, зафиксировать прибыль. На самом деле, наиболее вероятный сценарий, который мы наблюдаем, это рынок, затаивший дыхание. В течение дня двух, чтобы понять, что происходит. Так что мое предсказание, через пять дней, десять часов, ничего не произойдет. Кроме того, что блок 841 будет добыт. Если вы зайдете на Coinbase, то увидите, что вознаграждение за блок будет 3125. Вот, а я хочу вас заострить ваше внимание плюс еще на том, что у нас с вами Money Flow только-только выходит в зеленую зону, как и на прошлый халвинг, как и на позапрошлый, посмотрите, как и на позапозапрошлый. Посмотрите, что было все время в этих зонах. Это тоже подтверждало то, что мы имеем дело с долгосрочным бычьим движением. Даже если оно будет не такое резкое, а более плавное, это еще лучше будет. Так что в долгую здесь ломка, конечно, побеждает сейчас, ребята. Несмотря на то, что мы можем скорректироваться и упасть куда-нибудь, куда-нибудь в этот канал обратно даже можем рухнуть. Но в целом, похоже, что мы находим поддержку на сетке EMA Ribbon. Посмотрите, ультимативная сейчас поддержка для быков – это 54-42. Вот это вся зона, это откуп жесткий, если мы туда упадем. Скорее всего, мы даже отобьемся вот отсюда, если продолжим падать, от 54 где-то. Потому что в бычьем рынке сетка EMA Ribbon как поддержка отрабатывает себя. И посмотрите, RSI только-только тоже вышел в бычью зону. Он здесь может находиться долго. Просто какие-то коррекции, и потом идем дальше наверх. Так что, похоже, что в принципе мы уже, может быть, даже отбились от какой-нибудь, скажем, трехдневной сеточки EMA Ribbon. Посмотрите, трехдневный таймфрейм. Мы здесь как раз тестируем вот эти струнки. Двухдневный, если мы дальше уменьшаемся к дневному. Вот мы здесь тоже удерживаем поддержку. Но на дневном таймфрейме, ребята, мы поддержку эту уже не удерживаем. И вот тут надо будет посмотреть. То есть, либо это ложный, сейчас закол ниже поддержки. Либо мы сейчас ее начнем бэктестить как сопротивление, как на четырех часах, наверное. И тогда, да, это дальше вниз. То есть, тут надо смотреть уже четырехчасовую сетку Ribbon. Вот, видите, мы ушли под нее и начали бэктестить ее как сопротивление. И посмотрите, как точно она отрабатывает. Вот на четырех часах от нее пока можно шортить. Но как только мы ее пробьем и перевернем, и закрепимся выше, то это будет лонг. Там уже дальше от дневной будет лонг. Поэтому, в принципе, похоже, что мы уже плюс-минус... Я думаю, что мы в ложном заколе. Хотя можем, если мы сейчас... Но, если мы отскочим и от этой сетки в районе 63 500 не сможем пробить дальше и пойдем вниз. Вот это будет хреновый сигнал тревожный. И тогда, я думаю, что мы сможем упасть уже как минимум до золотого кармана куда-нибудь на 52. Опять же, туда, где у нас с вами недельная сетка начинается только. Но это все мои догадки, ребята. На 52 это вот вторая струнка сетки. Нормально, туда сходить все еще можем. Но, тем не менее, не надо полностью быть вне рынка сейчас, я считаю. Потому что в глобальной картине все это вообще пойдет гораздо дальше. И к нам подсоединяется Тон Вейс. Он расскажет сейчас про долгосрочный прогноз, про долгосрочную картину халвинга. Как он повлияет на цену. Давайте послушаем его. Ребята, к нам присоединяется Тон Вейс. Интересно послушать мнение Тона по поводу халвинга. Тон, привет. Это твой какой халвинг уже по счету? По-моему, третий для меня это уже. Я точно не помню, но я помню последний очень хорошо. Потому что мы тоже делали лайвстрим. И все хорошо провели. Ну, халвинг это очень важный день для биткоина. Потому что все знают, что теперь будет меньше биткоинов превращаться каждый день. И из-за этого цена должна будет подниматься. Потому что больше и больше людей понимают, для чего биткоин им нужен. И сейчас давай выйду сразу на график. И график, на который я буду смотреть в следующем году, это вот такой. Сегодня у нас будет халвинг. И вот тут показаны все остальные цены биткоина. Биткоин, даже самые первые от 2010 года до самого первого халвинга в 2013 году. У нее этого, конечно, был гигантский процент. А вот остальные. И каждый раз мы поднимаемся чуть-чуть меньше и чуть-чуть меньше. Но самую высокую цену надо ожидать вот отсюда. Начиная с марта следующего года. Значит, примерно через год начнется серьезная... Ну, биткоин должен подняться к этому времени. И где-то между мартом следующего года и октября следующего года мы должны сделать следующую самую высокую цену. Где, я думаю, это будет? Ну, я думаю, мы дойдем... Ну, где-то минимум 150 тысяч я ожидаю, что мы будем. Может быть, повезет. Если мы будем идти как последние 4 года, то мы дойдем больше почти до 400 тысяч. А если пойдем как год до этого, то уже это будет 1,5 миллиона. Конечно, такие гигантские цены я не ожидаю. Ну, что-нибудь между 150 и 300 такое может быть. Ну да, Тон, а что ты думаешь по поводу того, что this time is different, как говорят? Это время другое, потому что институционалы, цена обогнала all-time high до халвинга. Это первый раз такое. То есть это говорит нам о том, что сила в рынке, он пойдет еще выше, или наоборот, что это манипуляция в краткосроке? Ты как думаешь, что будет с ценой? Вот буквально там 2-3 месяца. Как ты думаешь, нас ожидает коррекция какая-то более глубокая? Или сам ты что думаешь, что мы будем расти? Я не думаю. Для меня, когда я смотрю на вот такие графики, биток, ну, он все время поднимается до халвинга. Ну, хорошо, в этот раз мы на 2 доллара стали больше, чем то, что было 2 года назад. И в последний раз мы на 2 доллара не дошли до туда, и мы это пробили через неделю. Понимаешь, вот эти маленькие вещи для меня большую разницу не делают. Для меня не имеет значения, что мы пробили последнюю цену раньше. Ничего нового я не ожидаю. Я не думаю, что что-то будет по-другому в этот раз. Я думаю, что это будет похожее. Мы можем еще чуть-чуть упасть. Мы можем упасть где-то до 55. Ниже 55 я сейчас не ожидаю. И вот это самое большое, что я думаю, мы можем упасть. Вот где-то досюда, 55, до следующего moving average. И я думаю, в июне мы уже начнем серьезно подниматься. И будем продолжать подниматься все лето. Или мы уже сейчас разворачиваемся и потихоньку поднимаемся. И потом через 2 месяца будем быстро подниматься. Или мы еще месяц-два можем падать, продолжать сидеть в 60. Но в июне, в июле я ожидаю, что мы будем серьезно подниматься. Окей, спасибо. Ребята, это был Тон Уэйс. Тон, у тебя какие-то проходят мероприятия сейчас, которые ты хочешь, можно сказать, в ближайшем году? Ну, я буду делать мою стрим на моем канале. Она будет на английском, конечно. Но она будет где-то от 8 до 12 часов. И мы начнем завтра, ну, по нью-йоркскому времени в 3 часа. Значит, в русскоговорящих, например, в России, это будет примерно 10-11 вечера. Когда мы начнем делать стрим в Дубае. Я сейчас лечу в Дубай на следующий реле. Мне надо заехать на Молдивс, чтобы поговорить там, где мы будем делать финансовую конференцию. Моя Unconfuscatable будет в сентябре в Лас-Вегасе. И потом Financial Summit. Сейчас я скину сзади. Дубай жесть сейчас вообще. Ты видел, что там происходит? Там все высохло. Я видел, да. Ну, понимаешь, я был в Дубае. Когда дожди проходят, этот бождь был чуть-чуть больше. Ну, к супу уже все будет сухо. Сегодня еще там дождь. Через 8 часов видно, что дождь прошел. Поэтому там очень быстро дожди уходят. Ну, хорошо. Просто я видел, как там самолеты садятся в воду. Это вообще, конечно, жесть. Ладно, тебе тогда удачно долететь. Так, сейчас, секунду. Так. Что мы хотим? А, подожди. Ты говорил про свой стрим. Точно. Это будет эпический стрим. Я тоже... Он будет на английском канале. Ребята, все, кто понимает по-английски, обязательно смотрите стрим. Я даже решил не проводить свой стрим, Тон, а чтобы прийти на твой. Вот, чтобы не отнимать трафик. На русском мы потом проведем. Да, приходи на мой. Приходи на мой. Я ожидаю, что человек придет на мой стрим. В общем, ребята, обязательно переходите на канал Тона. Да, гляньте на мой твиттер, чтобы увидеть, как это было в прошлый раз. Может быть, я даже вот сейчас... Покажи, да, на экране. Это выглядело вот так. И во время хавинга это выглядит вот так. Да, это был эпик. Мы даже часть этого стрима переводили на русский в своем эфире что-то. Смотрели, да. Вот так. И в один момент у нас было 50 людей, но Zoom только показывает 25 людей. Но было 50. И вот тут видно, сколько людей пришло и в какое время эти люди пришли. Да, да, да. Это был уникальный стрим вообще. Его тоже, кстати, полезно пересмотреть будет многим. Так что подписывайтесь на Тона, если вы еще не подписаны. И вот на твиттере, сейчас я покажу, как это... Кто-то взял все вот эти маленькие фотографии людей. И вот у нас было 14 тысяч смотрело. И это YouTube рекомендовал его как 10-ю, самую большую стрим в этот день. По всему YouTube в тот день. И вот это и даже не все. Это просто один человек взял и вот делал скриншоты маленьких window. И у нас было больше людей, чем это. И вот, все смотрят. Вот он. Смотри. Сэм Бэнкман Фрид. Да, 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 да. Там вообще все у тебя были, я помню. Братья Уинкл Воссы, все-все-все. Слушай, ну... Уинкл Воссы были, да. Майк Новоградс, да. В общем, будем надеяться, что будет еще больше народу и Zoom выдержит. Так что я тоже... Слушай, ну я сказал этому SBF, я говорю, как ты можешь иметь свой хедж-фонд, который трейдает против твоих людей, которые трейдают на FTX. Так, и что он ответил? Это будет интересно пересмотреть стрим. Да, мы скинем это сегодня на Twitter. Давай, давай, мы переведем это на русский, я думаю, это будет круто. Ладно, спасибо, Тон. Ты тоже давай беги по делам. Все, спасибо большое, ребята. И enjoy the halving. Да. О, а вот прикол вообще, кстати, смотрите. Это первый halving биткоина в 2012 году. И вот счастливчики-то эти были. Цена биткоина была тогда всего 12 долларов, представляете? И вот эти первые счастливчики, и я среди них сижу, так получилось. Но это, как вы поняли, уже, наверное, дипфейк. Вот, на самом деле, это Роджер Вер. Это, на самом деле, Роджер Вер сидит снизу. Вот там вот. Скамер, великий скамер, который изобретатель криптовалюты Bitcoin Cash. Но все равно нормальный чувак. И это все первопроходцы биткоина. Это кто? Ник Сабу, по-моему. Напишите в комментариях, если вы знаете, как зовут этих чуваков. Вот. А я отсюда перемещаюсь дальше. А в локальной картине, что мы видим здесь? Ну, мы пришли к вершине канала, ретестим ее. Это я говорил ранее сегодня в видео. Подписывайтесь, кстати, обязательно еще в Телегу, чтобы быть в курсе всех уведомлений. Вот. По ТРДР тут сильный откуп идет сейчас. По часовику и по четырехчасовику. Так что, походу, отскок есть, его не может не есть. Вот. Давайте послушаем, что трубят в новостях. Очень прикольные дебаты состоялись недавно. Наталья Брюнелла, Питера Шифа, Золотого Жука. Что они думают про халвинг, про ETF и про все остальное? А потом вернемся. Вы же ждали его, верно? Он уже здесь, этот халвинг. Он среди нас. Биткоин комьюнити радуется и готовит шампанское. И почему бы нет? Взгляните на это. И я думаю, это уже четвертый забег. Посмотрите на эти три. Тоже выраженный рост от 12 до 18 месяцев. С нами ведущая подкаста CoinStories Наталья Брюнелла. Наталья, расскажи, есть ли шанс того, что все это произошедшее может оказаться, покупай слухи, продавай новости. Конечно, ведь многое из этого уже было учтено в цене. Так что мы можем ожидать краткосрочной волатильности, как обычно. И на самом деле мы никогда не видели нового исторического максимума в цикле до халвинга. Так что все может стать слегка горячим. Да, здесь это все на графике. Это потрясающе. Вот первый. Ну, то есть я хочу сказать, что сложно быть несоблазненным тем, что мы здесь видим, глядя на конкретные периоды времени. Да, логарифмическая шкала действительно выражает, что биткоин попросту всегда растет в одном направлении. Но знаете, многим людям легко запутаться в том, что такое халвинг, потому что у нас никогда не было актива, в котором было бы встроено сокращение поступающего предложения, независимо от спроса. Но я действительно полагаю, что это демонстрирует элегантность этой программной денежно-кредитной политики, представляющей собой элегантный набор правил без каких-либо правителей. Да. Биткоин выбран нами. И это является его ключевым, одним из ключевых ценностных отличий, верно? Но... Хочу тебя спросить о последних пару дней. Биткоин значительно упал в цене. И те, кто топит против битка, говорят такие, «Ну вот, приехали». И он им продали в виде хеджирования против политики и растущей вверх инфляции. А теперь он рухнул. Что ты им скажешь? Ну, знаете, это быстрые деньги, которые заходят и выходят из биткоина, создавая эту краткосрочную волатильность. Умные же деньги и основной капитал ищут в биткоине убежище, и все больше и больше инвесторов будут рассматривать его как бегство в безопасное место. Биткоин – это единственное, что на самом деле является достоверным и предсказуемым. Халвинг – это просто еще один тому пример. Он отрывает от государства возможность манипулирования деньгами и позволяет всем нам участвовать в справедливом соперничестве, открывая доступ к реальной ценности. Натали, теперь я хочу, чтобы ты взяла небольшую паузу, я к тебе вернусь через мгновение, ведь я также хочу пригласить еще одного нашего друга. Похоже, в последнее время все желанные кости. Взгляните, Голден Сакс говорит золото по 2700 за унцию в этом году. Да, мы знаем, что растущие рынки и центробанки золото скупают уже давно. Но, ребят, посмотрите сами, золото за десятилетия. Это центробанк, и не европейский центробанк или ФРС. С нами главный экономист Европацифик Капитал, а также главный по стратегии Питер Шиф. Итак, Питер, очевидно, что золото жгет, каждый запрыгивает в тот боест, и вопрос лишь, почему сейчас конкретно в это время? Что ж, золото, вероятно, закроется очень близко к историческому максимуму, всего лишь в 2 долларах от отметки в 2370. Золото продолжает расти, потому что доллар и евро, а также иена, фиатные валюты теряют свою стоимость. Инфляция реальна, она здесь надолго. Она даже не собирается приближаться к цели ФРС в 2%, а мы идем не в том направлении. Она, вероятно, останется двухзначной к началу следующего года. И в конечном итоге первая цифра даже не будет единицей. Центробанки здесь типа ни при чем, хотя они основные скупщики. А многие американцы по глупости продают им свое золото, чтобы купить эти вот биткоин-этифы. Ведь нет ничего элегантного в том, чтобы потерять деньги в биткоине. Биткоин не растет. На самом деле, он достиг вершины 2,5 года назад, примерно на 37 унциях золота. А на момент сегодняшней беседы он стоит меньше, чем 27 унций, что является 30% падением за 2,5 года. Это медвежий рынок, а биткоины уйдут еще ниже, чем сейчас. Если бы Натали была умной, ей стоило бы продать все свои биткоины, как только закончился бы этот сегмент. Хе-хе, ведь если она сейчас это не сделает, она сделает это позже, по гораздо меньшей цене. Хорошо. Что ж, это то, что мы называем словесным боем. Я думаю, что обоих это и подстегивает. Но позвольте мне вас познакомить. Натали, это Питер. Питер, это Натали. Знакомьтесь, и Натали, что ты скажешь Питеру? О, я знаю Питера. И ты в курсе, что у биткоинеров нет необходимости постоянно наезжать на золото, потому что золото нам не угрожает. И причина, по которой мы влезли в этот неудачный эксперимент с фиатом, объединяющим нашу нацию, заключается в минусах золота. Тот факт, что его нелегко транспортировать, его нелегко проверить, оно не позволяет осуществлять мгновенные завершения международных расчетов, и поэтому, знаете что? Централизованные власти его похитили, обернули в бумажный вид, в итоге у нас появилась система с плечом и перекладывание, наносящее вред рабочему классу. Биткоин невосприимчив ко всему этому. Это сберегательный инструмент для миллиардов людей, который нам действительно нужен, и на который мы можем больше всего положиться. Никакой надежности в биткоине нет. Он, наоборот, проигрывает эту гонку. Взгляни на свой экран. Золото выросло на 25-26%, а биткоин выглядит избитым. У золота нет никаких минусов. Оно замечательно выглядит за последние 500 лет. Проблема в минусах правительства, в недочетах самой сути человека, а не в золоте. Но вот в биткоине есть реальный недочет, потому что в нем нет никакой реальной стоимости. А золото является самым полезным металлом, но в периодической системе. И вот почему оно является деньгами. У него есть великолепные характеристики. Так что они лучше, чем любой товар. Но отсутствие внутренней стоимости не может представлять деньги. И у биткоина такой внутренней стоимости нет. Это лишь цифровая последовательность чисел, представляющая лишь кучку хайпа. Все что угодно может быть деньгами. Ведь в древности деньгами являлись большие камни. Деньгами может быть все что угодно. Люди их могут использовать для обмена. Так что... Но это все потому, что... Но вот в чем дело. Нужно признать, что биткоин растет, Уолл-стрит восхваляет его. И вот тебе очень маленькая доля спекуляций. Питер, ты можешь представить, что с текущей скоростью признания биткоин, если продолжит такую скорость, невозможно не признать, что он уйдет значительно выше. Да, но я только же что сказал, что он падал последние два с половиной года. С момента своей последней вершины. Я думаю, что это падение лишь будет ускоряться. Он не растет. Они обманули целую кучу людей, которых не взяли Уолл-стрит. И теперь пытаются на этом заработать. Ты думаешь, эти крупные компании Уолл-стрит покупают биткоин на свои собственные деньги? Это деньги их клиентов, которые глупы, чтобы покупать. Они лишь забирают свои комиссии. Они работают как казино, крутящие эти все блэкджек и рулетку. И во всем этом крутятся их клиенты, а не они сами. Натали хочет к нам вернуться. Знаете, глядя на краткосрочную перспективу, биткоин волатилен. Но если мы укрупним картинку, биткоин обгоняет золото. На самом деле, с момента атаки Хамас на Израиль биткоин вырос на 125%, а золото выросло только на 27%. Так что давайте смотреть и оперировать цифрами серьезно. И опять же, самое лучшее в биткоине это то, что никто не контролирует бухгалтерию, тогда как золото действительно подвержено централизации и контролю. Натали, даже не сравнивай, не сравнивай биткоин. Питер, почему нельзя использовать оба? Почему нельзя использовать оба? Что ж, прежде всего, биткоин обгоняет вообще все, не надо его сравнивать с золотом. Он обгоняет и акции. Акция, недвижимость, произведение искусства. Все потому, что это гигантский пузырь. Нет, на самом деле, если ты хочешь обладать биткоином, да пожалуйста, мне все равно. Хочешь потерять деньги, вперед. Мне вообще все равно. Я лишь пытаюсь дать людям вразумительный совет о том, что им делать с деньгами. А если они составляют свой инвестиционный портфель, биткоину там места нет. Но, знаешь, если ты любишь играть в азартные игры, и у тебя есть деньги, которые ты готов вложить в гонки, например, или, скажем, купить алтерейные билеты, все равно, езжай в Вегас. Если частью этих денег ты хочешь поиграться с биткоином, и с любой другой из 20 тысяч остальных криптовалют, да вперед, меня это не колышет. Но я не собираюсь покупать биткоин. Но, естественно, если бы я купил биткоин многие годы назад, когда я о нем узнал, то, конечно же, я бы мог заработать много денег. Как сейчас делают многие глупцы, но я это не сделал. Да, Натали, и так. Кое-что он все-таки сказал в моей программе. Хотел бы я купить биткоин. Но я не собираюсь его покупать сейчас. Желаю, чтобы ты продала биткоин. Запомни мои слова. Ты потеряешь всю прибыль. Ты будешь говорить, что если бы ты продала биткоин, ты бы заработала много денег. У нас осталось 30 секунд. Я хочу предоставить последнее слово, Натали. Я думаю, что американская мечта действительно была украдена. Мы попробовали золото. Оно не сработало. Это было заменено бумажкой. Эта система подвела американский народ. А биткоин действительно дарит нам надежду, рабочему классу. Мы хотим иметь возможность зарабатывать что-то, что может измеряться свободным рынком, что мы видим, как возникает реальная ценность, а не попадает в плен к политике и бюрократии, которая в конечном итоге представляет собой систему, приносящую пользу группе лиц за счет всех остальных. И это система, в которой переплетены политические интересы особых групп, находящихся на самом верху. Поэтому нам нужна система, которая предназначена для людей. И биткоин для людей. Натали, большое спасибо. Питер, большое спасибо. Так что, друзья мои, вот такая вот штука халвинг. Ничего не понятно. Точнее, много что понятно. Но понятно, что с ценой ничего не произойдет. В моменте не должно произойти, как сказал мистер Андреас Антонополус. Потому что эта штука чисто техническая. Происходит, как мы с вами узнали, раз в 210 тысяч блоков. Но в долгую, как мы видим, цена после этого очень даже неплохо отрастает. И в принципе, халвинг приходится на бычую фазу, либо на начало бычьей фазы, как мы видим с вами. А вообще у биткоина нет медвежьих фаз. Это просто небольшие коррекции, которые тоже, кстати, уменьшаются с каждым разом. От 85 до уже 70 с чем-то процентов. Поэтому в долгую это все, ребята, даже не to the moon, а просто stable coin. Потому что вот оно, где настоящее сохранение ценности происходит. Как мы с вами видим. В hard assets, в difficult assets, в трудных деньгах. В труднодобываемых деньгах. Вот которыми является биткоин. А у меня на этом все. Спасибо, что смотрите канал CryptoCommons. Всем профитролей. Удачи в торговле, успехов. И... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok